Привет, друзья! Сегодня у меня на подкасте Маша. Как тебя правильно назвать, твою специальность? Арт-менеджер, куратор, ментор, друг художников, кому как нравится. Да, сегодня мы будем рассказывать вам и рассуждать сами, и говорить про современное искусство, потому что Маша занимается как раз современным искусством. Я её узнал как-то в интернете, увидел твой эфир в инстаграме с этой девочкой из Блондоне, которая живёт режиссёр, она... Аня Раченко. Раченко, да. Во-во-во. Вот. И мне так понравилось, как ты там рассуждала и всё такое, что я такой, о, как интересно, у тебя как раз курс, в общем, был. И я вот своей бывшей жене посоветовал записаться, и ей очень понравилось. Я только положительно тебе слышал всякие слова, естественно. Спасибо. И потом сам у тебя на консультацию ходил, у меня даже есть видос, я сделал на ютубе про то, как я, я типа, ну, делаю, чтобы себя смотивировать, что как мой путь в современное искусство. Вот. Отчётные такие маленькие видосики, потому что, мне кажется, это хорошая мотивация. Да, вообще говорить об искусстве, это полезно, потому что, когда художник начинает говорить, он вскрывает внутри себя то, что глубоко, далеко лежит. Когда мы не проговариваем, мы какие-то вещи не осознаём, поэтому стоим на месте. Вот мы сейчас и будем говорить про искусство, потому что тема такая сложная, она кажется сначала простой, что, типа, что говорить про современное искусство, и так всё понятно, что-то какие-то странные люди в чёрной одежде, в основном, нарисовали, или даже не нарисовали, а поставили там какую-нибудь вещь, или что-нибудь накидали мусор, или напачкали холст, повесили на стену и продают за миллионы долларов. И такие же странные люди, но очень богаты, покупают это. Со стороны это реально выглядит так, когда с этим не знакомишься. И у меня, в принципе, тоже такое же мнение было. Я познакомилась с современным искусством, когда впервые в жизни пошла одна на выставку. Для меня это вообще был удар, ну, как бы светское мероприятие и одна. Это было, там, не знаю, наверное, году, я уже не помню, была выставка Йозефа Бойса в МОМО в Москве. И я пришла, и мой первый контакт с искусством был, собственно, Йозеф Бойс. Если кто-то не знает этого художника, крайне рекомендую посмотреть. Это ключевая вообще фигура 20 века в искусстве. Но на первый взгляд это казалось как зал с большим количеством проекторов, где человек издаёт такие животноподобные звуки, совершенно не складываемые в линию. Я встала и подумала, что надо мной как-то пошутили. И что вот я прошла по льготному билету студенческому. Слава богу, что я за это не заплатила. Это был мой первый контакт с современным искусством. И прошло достаточно количество времени, пока я не открыла для себя Бойса, который я теперь обожаю, просто невозможно. Один из моих любимых художников. У меня, кстати, похоже был у нас в контакт с современным искусством. Мы были в Нью-Йорке в 2010 или 2011 году. В музее Гугенхайма мы решили посмотреть, потому что это как бы он сам по себе крутой, даже без картин. Ещё и там и картины крутые. Вот. И мы... Ну, там много всего висит. И мы такие, ну всё, надо идти, надо идти. Мы всё время ходили в Метрополитен, потому что это, понятно, в Нью-Йорке только туда можно там всю жизнь прожить. Но Гугенхайм, он чуть дальше там по этой улице. И такие, ну всё, надо идти. Дошли, билеты стоили 30 долларов. На человека. Тогда вообще у нас денег не было. И... Ну и сейчас-то 30 долларов весомо. Вот. И, короче, мы такие, ну ладно, надо, всё-таки надо. Купили, пошли. И оказалось, что там все картины сняли. И там выставка во всём Гугенхайме одного художника, который... Я не помню, не знаю, кто это был тогда вообще. Для меня это тёмный лес всё был. Какой-то японец, у которого вот реально гигантские холсты, типа два на два. И там просто мазок чёрной краской. Или, например, я один раз чуть не наступил. Холст на полу лежит, и на нём камень в центре. Вот. Или там порезанный бритвой холст. Ты знаешь? Луч фонтана, конечно, порезанный холст. Это не японец. Порезанный холст – это лучше фонтана. Может быть, порезанное небо. Может, это у меня уже память. А это на ташистов очень похоже. Вот ташисты любили такое. А камни, которые гармонию на холсте выражают, это ещё и на Йоко Оно похоже немножко. Нет, это точно не Йоко Оно. Йоко Оно я знал. Но точно помню, что ты японец. Может быть, порезанного холста не было. Это у меня уже, знаешь, память исказилась немножко. Но, в общем, я такой, блин, ну, конечно, ладно, прикольно, современное искусство, но столько денег мы отдали за это. Все никаких картин, которые обычно там висят, не посмотрели. И такие походили, ну, ладно, и пошли. Но вот и такую историю осталось только про это. Ну, и большинство же после этого даже и не совершают попыток. Вот видишь, как интересно. Я совершила по какой-то причине потом попытки, и ты совершила. Вот мы оказались здесь сейчас. Ну, у меня попытки были... Сейчас дает про свои расскажет тоже попытки. У меня следующие попытки случились только года три назад, когда мы пошли на LA Art Show. И то я увидел в Инстаграме какие-то там модели, там что-то постили. Там, ой, мы сходили на LA Art Show, там какие-то прикольные скульптурки. Я сказал, опять же, Настя, она пошла одна и такая, там так круто, там так круто. Я пошёл уже с ней, и мы ходили ещё потом. На следующий год мы вообще уже три дня подряд ходили. Там реально очень крутая работа, но там современное искусство лучше со всего мира туда привезли. И это прям... Ну, там прям было что посмотреть, очень много чего интересного. Кстати, редко люди идут смотреть современное искусство на ярмарке, а это стоит делать. Вот до Москвы завершилось буквально позавчера. Да, вот я, кстати, не смог сказать. Почему на ярмарку стоит ходить? Я рекомендую это делать всем, кто вообще никак не связан с искусством, потому что есть определённый цикл попадания произведения в музей, то есть это требует времени, пока автора покажут на площадках, приобретёт определённое количество коллекционеров. В общем, есть некая механика, после которой уже автор попадает в музей. И проходит много времени. То есть такое прям очень острое, актуальное искусство. Его намного проще увидеть на ярмарке, куда галерея, вчера художник создал, сегодня это на ярмарку привезли. Это искусство, которое говорит с тобой в одном дне на одном языке. И это здорово. Ну, проблема с ярмарками, что там, мне кажется, процентов 85, наверное, вообще не очень много чего. Ну, то есть там есть очень хорошие, но они прям как алмазы. Или у тебя нет такого ощущения? Ну, здесь же ярмарка... Вот особенно московская. Ну, вот большие. Я не про то, что была, а вот в целом моё ощущение от ярмарок. К систему. Вообще, если кто не знает, как устроены ярмарки, галереи покупают стенды на ярмарке, то есть они отдельные художники, не считая артраша, конечно. В галереи вы приходите, и в каждом таком корнере, в каждом небольшой такой стойке располагается, по сути, ответ каждой галереи на вопрос, что есть современное искусство. То есть если на это смотреть скорее как на, а, увлекательное приключение в том, чтобы найти свою жемчужину, вот как бы из всего этого потока найти то, что у тебя здесь откликнется, срезонирует. И если у вас случается чувство, что, боже, я хочу эту картину домой, однажды оно случилось, всё, это значит, что когда-нибудь оно выстрелит снова, и всё, вы уже в нашей секте, любители современного искусства. И посмотреть на это как на поле ответа, вообще что можно считать современным искусством. Одна галерея будет под современным искусством понимать свой пул художников, которых она представляет, другая – другое. Поэтому в этом, мне кажется, и самая большая ценность современного искусства, оно суперсвободное. И насколько люди сегодня не похожи, настолько и современное искусство разное. И, кстати, когда мы приходим в музей, мне кажется, разные потребности закрывают контакт с современным искусством и контакт с классическим. Когда мы идём, скажем, погрузиться в культурный процесс, в Пушкинский музей, например, мы идём и хвалим себя за то, что мы совершили некий культурный акт. Чаще всего люди ходят с таким настроем, по моим наблюдениям. Но есть и те, кто умеют почувствовать картину, побыть с ней, повзаимодействовать. Но чаще ходят, потому что нужно культуру в себе внутри прививать и развивать. Я про это не думал даже. Я так хожу чисто посмотреть, как что там написано. Я люблю это порасспрашивать зрителей. Особенно вот я тот человек, который в музей подходит и может начать диалог с кем-то вдруг в Пушкинском музее. Обожаю вести диалоги культурные. А современное искусство, ты приходишь, и оно, как вот есть английский язык и итальянский. И вот классическое искусство, например, это итальянский язык возрождения, а английский – это современное искусство. И если ты живёшь и говоришь на английском языке, тебя может впечатлить итальянский язык. Но некоторые конструкции, которые твоё мышление передают, твои проблемы сегодняшнего дня передают, ты не найдёшь их в искусстве возрождения. В современном искусстве ты приходишь, смотришь на кровать Трэйс Семен и понимаешь, что чёрт возьми. Я знаю, что такое депрессия, она на вкус именно такая. То есть ты находишь в искусстве не только какой-то культурный код, который тебя формирует. Ты находишь в искусстве себя буквально. Это правда так. Но я себя, по крайней мере, через искусство в очень многих вопросах нашла. То есть искусство может быть и почвой для самоанализа. Искусство может стать вообще линзой восприятия мира как такового. Как ты через что смотришь. Ну и просто сделать нашу жизнь красивой, интересной. Ну да, я немножко по-другому смотрю на это. Но мы сейчас поговорим про это. Я хотел бы сказать, вот ты говоришь, что у каждой галереи своё восприятие, как бы своё понимание искусства. А нет в этом проблемы, что как бы нет какого-то... То есть может быть люди поэтому и относятся так к нему немножко, не понимая, что это в принципе такое, потому что у всех своё какое-то определение современного искусства. Ну у нас есть такая склонность вообще у человека, мы хотим просто знать ответ как надо. То есть вот если нам дали ответ, то нам по инструкции как-то проще. Вот современное искусство, оно не про ответ по инструкции. Оно даже скорее не про результат, а про путь, который с тобой случается, когда ты в него погружаешься. Здесь же ещё искусство бывает разное. Бывает искусство аналитическое. Когда ты приходишь, оно заставляет тебя думать. Здесь для того, чтобы оно тебя захватило, ну как бы в процессе в этом ты тоже должен быть. То есть ты можешь почувствовать искусство только настолько, насколько ты... Точнее, ты можешь его настолько глубоко ощутить, только насколько ты глубок сам. То есть глубже, чем ты есть, ты его воспринять не можешь. Сколько бы тебе писательных текстов дали. Так, хорошо. Я-то тебя понимаю, но вот я про зрителей думаю. Упроститься надо. То есть мы как бы сейчас говорим, ощущение, мне кажется, у людей, что ты говоришь очень общими такими словами. А вот типа на конкретных примерах можно было бы что-нибудь объяснить? Ну давай, наверное, начнём с самого примитивного примера, наверное, начнём с чёрного квадрата. Это то, что будет понятно просто всем, да. И от этого уже попробуем перейти. Ну к трейс-семи, например, раз мы упомянули, или можем какую-нибудь провокацию, можем Петра Павленского взять, тоже российский аудиторий, он тоже известен. Начнём с чёрного квадрата. У нас есть два зрителя. Первый зритель, который занимался работой, ему до супрематизма Малевича совершенно, до фонаря, он ходит на завод, возвращается домой, ему вообще всё равно. Он приходит, видит чёрный квадрат, не понимает, почему его вешают в красный угол, что это за высказание. Даже он прочитал текст, и в этом тексте у Малевича огромный труд на тему чёрного квадрата. Он такой, ну что-то тут мне пытаются впарить какую-то ерунду. Всё, на этом его путешествие закончено. Второй человек, более пытливый ум, приходит и читает действительно то, что Малевич закладывал в своё произведение, и воспринимает это просто как пищу для ума. То есть есть некая конструкция освобождения искусства от предмета. По сути, в бытовом смысле нам это никак не может ухудшить нашу жизнь или улучшить. Это вопрос только философии ума. То есть кому-то интересно про религию подумать, кому-то интересно посмотреть. Искусство – это просто язык. Язык размышления о мире, о вещах, о состояниях, о материи и нематерии. То есть мне кажется, что в этом случае искусство интересно аналитическое тому, у кого живой ум. Если у человека есть ощущение, что жизнь плоская, и как-то... Ну вот мы крутимся в... Плоская в смысле, вот у него только работа, там семья. Да, мы просто крутимся в череде каких-то бытовых дел, бытовых мыслей, каких-то проблем, и нету в этом воздуха. Вот искусство как раз может стать тем, на первых этапах, отвлекающим манёвром, который показывает, что есть кое-что ещё. И вот это кое-что ещё в случае с современным искусством, оно даёт нам философские вопросы для подумать. И оно также обязывает нас поработать над этим. То есть Малевича понять и любое искусство 20 века, которое кажется нам, на первый взгляд, не искусством, если его назвали искусством, будьте уверены, что существует объяснение, почему это искусство. То есть когда мы заходим... Вот самую простую механику, которую я бы предложила, когда мы заходим в музей и говорим, нравится, не нравится, в этот момент всё. То есть ваше путешествие закончилось. Если мы заходим в музей и уходим от конструкции, нравится, не нравится, а задаём вопросы, почему мне это нравится, а почему это не нравится. Или сдаём вопрос, если так было сделано, и горка пепла лежит в центре зала, по какой причине здесь горка пепла. Попробуйте меня удивить, объясните, почему она там. И вот если мы узнали, о чём это произведение, но не увидели в этом послание, то окей, мы всегда можем сказать, что это не искусство. Как мой преподаватель в РМА Академии, которая заканчивала, сказал, что критерий современного искусства, по сути, ваш субъективный, если для вас это искусство, это искусство. Если не искусство, то для вас это не искусство. Рынок – это отдельная среда, которая функционирует по своим законам, механизмам. Если мы говорим про зрителя, который либо кайфует от современного искусства, либо оно ему непонятно, даже хуже, оно не вызывает никакой эмоции, не хочется с ним вообще никак контактировать. Это как бы история к зрителю. Захотел ты получить эти вопросы и поискать ответы, либо не захотел. И, например, с троисемен. Это уже более такой современный период. Young British Artists. Кровать. Если кто-то не знает, как выглядит кровать троисемен, это незаправленная кровать вокруг противозачаточной таблетки, презервативы использованные, грязное бельё, скомканная одежда. И вот это выставляют, как приобретает крупная галерея и выставляют в музее. Вопрос, что здесь из искусства? Во-первых, это первая художница, которая полностью стёрла грань между реальностью и искусством. То есть она показала, что сама реальность может быть прочтена и рассказана как искусство. Почему же это всё-таки искусство? Здесь, на мой взгляд, ответ в том, насколько близко она подходит к человеку, к его переживанию. То есть когда мы смотрим фильм о войне, где нам говорят, ну вот была война и было очень тяжело, никто не проникнется ужасом войны. И когда пытаются в классическом искусстве какими-то аккуратными категориями, про боль сказать, вот метафорами, символами, это не отвечает тому, насколько нам на самом деле бывает больно. А когда ты подходишь и видишь эту кровать, омерзительную в чём-то, в чём-то отталкивающую, находишь себя в знакомых, похожих состояниях, ты понимаешь, что искусство в этот момент говорит с тобой на твоём языке, и ты не можешь от него отвернуться. И более того, многие люди, которые приходили на её выставку, плакали и писали у себя о том, что у меня появилось ощущение, что я могу хотя бы сказать открыто о том, что со мной это произошло. Это тоже очень важная роль искусства. У Йоко Оно на выставке, которая была в Москве, буду апеллировать к выставкам здесь, вдруг кто-то из зрителей их посещал, последний зал был посвящён такой инсталляции, куб, квадрат, где на инсталляцию налепливали листочки с анонимными историями домашнего насилия. И эта инсталляция проходила на каждой её выставке, большой в разных точках мира. И вот везде этот куб был завешан полностью. Для российской аудитории там было порядка 20 листов. То есть людям даже анонимно написать, поучаствовать в этом проекте без упоминания имени, рассказать о домашнем насилии показалось слишком сложным. И когда ты проходишь всю эту выставку Йоко Оно, которая прописфул, такая она вся дзен-буддистская, и вдруг в последнем зале ты читаешь про то, как девочка боялась сказать родителям, как она сидела на коленях у дедушки, и происходило вот это всё, домогательство, ты понимаешь, что у нас, а, люди совсем не готовы говорить, б, это очень правильный вариант кураторского исхода, что ты приходишь к острому, к острые проблемы. Ты не просто посещаешь выставку, чтобы подумать, да, классно, мне вот показали, дали пищу. Вот мы ко всему относимся немножко потребительски в искусстве. Ну вот да, я хотел тебя спросить, у меня такой вот вопрос возник. Что ты скажешь людям, которые скажут, ну, типа, вот мне сразу, типа, не зашло, и я уже не хочу как-то работать. Ну, понятно, что это не очень позиция, но... Не, я скажу, это окей, конечно. Но да, вот многие, типа, ну, аналогию с кино, например, что-то фильм сразу с Линч, там, с первых кадров не зашёл, и дальше я и не буду смотреть. Хотя фильм-то хороший, может быть, если посмотреть целиком. Вот. Но нет у тебя, ну, как бы, вот у меня всегда такое желание этим людям так сказать, типа, ну, давай, может, ещё чуть-чуть там посмотрим. Ну, как бы, как Тарковский говорил, что искусство, это типа мучение. Ну, превознемогать нужно себя, чтобы им насладиться по-настоящему, а не... Вот. Ну, у меня поле смещён в другую сторону. То есть вот есть мир современного искусства, который, на самом деле, максимально полный, и это реально целая вселенная. Вот сейчас я на данном этапе могу сказать, что мир я вижу через призму этой действительности. Есть мы, и мы можем либо прийти и погрузиться в это, искусство не обеднеет от того, что там Вася, Олеся, Наташа, Катя скажут, это говно полное. Ну, действительно, ничего не случится. Ну, да. То есть, как бы, я здесь больше с позицией, что это... Само распространение. То, к чему, да, то, к чему ты можешь захотеть прикоснуться, но, опять же, есть люди, которые, например, чувствуют, что им хочется понять, но понять настолько сложно и негде взять ответы, что сознание закрывается такое, не очень-то и надо было, какая-то ерунда. Еще есть другая категория людей, когда ты приходишь с компанией друзей, просто я говорю, я очень люблю наблюдать. Приходишь с компанией друзей... Да, интересно, кстати, ты можешь больше рассказать всяких таких штук. И вот, например, ты видишь, что человек, вот с этой девушкой реально интересно просматривать, но трое друзей смеются над этим. И есть такая в транзактном анализе история, которая называется ага-да, когда вот ты просто должен, ну, как бы за счет поддерживания тех, с кем ты пришел, ты чувствуешь некую близость. И вот, если вдруг у вас внутри есть интерес, все, что я могу посоветовать, не гасить его. Лучше сходить одному на выставку, пусть там ваши друзья будут реально говорить, ну, какие-то горки пепла, какая-то чушь. Ответить себе на вопрос, во-первых, почему мне интересно, мне лично было интересно, ну, могу свою историю быстро сказать, почему меня прям это вовлекло. Я хотел как раз следующий момент тебя спросить, как ты вообще к этому пришла. Ты же, первая у тебя образование, по-моему, да, вообще? Да, я политтехнолог, я занимаюсь социальной психологией. Тоже искусство в каком-то роде? В каком-то, да, но это очень такая прям агрессивная среда, но с современным искусством пересечение крайне большое, потому что политтехнологии анализируют явления, а искусство в более изящном языке эти же явления в миру показывают. Вообще, в 20 веке то, что нельзя было сказать словами, нонконформисты, подпольное искусство, люди, последний вот такой оплот, как они могли это сделать, это было через иронию, через искусство как-то завуалировано. В общем, я тогда сходила на бойса, я просто, я даже не могу сказать... Ты еще училась? Я вообще еще, да, это было прям еще в начале, сам на первом курсе, по-моему, или может быть на втором, где-то вот, да. То есть, я искусство классическое изучала с детства, сама много читала, но просто очень люблю читать, меня без книги вообще как бы встретить невозможно, не бывает такого дня. Поэтому, в принципе, в классическом искусстве я к тому моменту разбиралась и не чувствовала никакой необходимости в современное искусство вообще, что-то с ним знакомиться, вообще не было такой потребности. Вот я решила пойти тогда одна на выставку, помню, подруга не смогла с мной поехать, я пошла, ужаснулась, решила, что это ужасный опыт, какой-то непонятный художник, вообще психопатия, больше вообще никогда не пойду на современное искусство и забыла об этом. А потом, когда я закончила политтехнологию, защитила диплом, в этот же день я сказала себе, что никаких новостей я больше смотреть не буду, с меня этого достаточно. То есть, прям это было решение одного дня, хотя очень хорошо училась. Это какие годы были? Это был, получается, 14-й, кажется, 14-й год, наверное, где-то так, и уехала на Бали, в общем-то. Там много жести, да, было все года? Там Павленский как раз в это время, ну, чуть раньше, в 10-м году. Я помню этот шок в новостях от Павленского, который прибил Мошонку к Красной площади. Кстати, это еще один художник, про которого я думала сказать чуть раньше. Но это то, что до нас доносится из средств массовой информации. Нужно понимать, что для новостей и для СМИ интерес не в том, чтобы обогатить вашу картину мира, раскрыв, о чем было это послание, а просто, ну, похайповать и некий общественный резонанс создать. Вот это мне было больше понятно как политтехнологу. Кстати, на Болотные вот эти события, которые в 10-м или в 11-м году, они в 11-м году происходили. Я тоже уже в них, ну, на этом поле работала. И часть моего окружения тогда была задействована в оппозиционных каких-то историях. Я был на Болотне. Вот. Ну, у меня вот так сложилось, что мой круг общения тогда это были люди, которые непосредственно были связаны с оппозиционной частью политтехнологии этого действия. И в тот момент, смотря на Павленского, вот это всё, это просто ложилось в некую единую картинку волнений в России. Вот так это я воспринималась. У меня даже не возникало мысли подумать, почему люди это называют искусством, почему смеются над этим и так далее. Ну, а потом, видимо, на всему своё время я просто перенасытилась политикой, перенасытилась всеми, всеми как бы бытовыми трудностями. Прилетела на Бали. У меня, у меня, кстати, такой же... Сейчас, простите. Давай. У меня тоже такой же момент был, только я уже в Америке был. Я в 2015 году, и мы вот с Болотной, я очень стал интересоваться этим всем, и до 2015, потом вся вот эта жесть началась, мы улетели, и я всё время слушал радио, всё время читал новости, каждое утро вставал там в телефоне, и в какой-то момент я понял, что меня так загоняют в какую-то грусть постоянную, переживания на пустом вообще месте. Ну, как бы, если бы я это не знал и не переживал, вообще бы ничего особо не случилось бы. Вот, что я тоже в какой-то момент отписался, все новости выключил. Ну, ещё когда понимаешь, что это, ну, когда ты просто понимаешь, как работает эта технология, тебе становится очень грустно, куда уходит фокус внимания. В общем, приехав на Бали, я вдруг обалдела, мне казалось, что это такой широкий кругозор на тот момент, а когда я приехала и видела людей, которые не следят за новостями, они просыпаются, выполняют какие-то ритуалы, пытаются на серфинге, готовят подношения богам, и они живут в совершенном релаксе, тогда я поняла, что реально что-то с моей жизнью, ну, должно, должно что-то перевернуться, что-то я упускаю. И я не сразу пришла в искусство в современное, я просто стала с того момента открытой всему новому. То есть, мне кажется, это очень важный такой момент, когда человек просто становится открытым, любопытным к жизни, жажда жизни открывается, хочешь просто понять, какая она вообще на вкус. Это очень связано. Вообще говоря, что творческая энергия, сексуальная энергия, энергия жизни, это всё как бы про какой-то один поток. То есть, ну, то, что человек должен быть открытым, многие, кстати, приходят, и на курсы, когда у меня был первый курс по современному искусству, а потом уже по рынку искусства, и вот на курс по истории искусства приходили люди, и я сразу говорила прям, что не нужно оплачивать курс, в том случае, если вы идёте, чтобы я вам что-то доказала. То есть, у меня вовлечь адептов в современное искусство вообще нет задач, меня никто не вовлекал специальным образом, и я тоже как бы абсолютно фри в этом вопросе. Если вы хотите услышать ответы, я могу выдать интерпретации, анализ этих событий, вообще как одно в другое перетекало, но ни в коем случае как бы тратить свои силы, чтобы спорить искусство это или нет, только в том случае, если это реально диалог, а не опять же транзактная игра сценарная, давай докажи мне. Мне кажется, это такая тема, в которую очень сложно вовлечь силой человека, ну, в смысле, не силой, а убеждениями, там, чем угодно. Вот это порог вхождения, как бы вот ты реально, если сам не заинтересуешься, а чтобы ты сам заинтересовался, тебе нужно посмотреть очень много искусства. Или вообще понять, чего тебе в жизни не хватает. Вот у меня вот через это было. А, у меня скорее через насмотренность, через, ну, что, много путешествовали в разные музеи везде, в каждом городе. И вот я смотрел, 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 и в какой-то момент, вот это лэй-арт-шоу, там было столько много, что у меня вот... Дороги назад не было. Да, что я понял, что оно клево. Да. Ну, в общем-то, я приехала с Бали и начала заниматься... А на Бали ты долго прожила? Нет, первый раз я ездила в Азию на пять недель или на шесть, не помню, не на очень долго, они пролетели как один день, и я поняла, что надо мне приехать сюда пожить. И потом пошла работать в Министерство промышленности. Как бы, ну, ушла какая-то работа, но уже начала посещать какие-то события. То есть, меня потихонечку начало затягивать. И вот задаваясь вопросом, почему меня начало затягивать, я обнаружила следующее. Я из достаточно такой, скажем, традиционной семьи. У меня полная семья, родители все традиции читают. Я казачка, донская. То есть, у меня прадед был священником. У нас все традиции в семье соблюдаются. То есть, ну, прямо такая традиционная, традиционная семья. И в какой-то момент мне начало казаться, что вот мир, как я его видела в рамках моей семьи, и то, что я вижу вокруг, есть между этим какая-то несостыковка. Но не у каждого. Сейчас на этом этапе я уже понимаю, что мое сознание совершенно как бы открыто для любой информации. Тогда это было не так в 15-16 году. Я поняла, что какие-то вещи, о которых вслух не говорят. Вот ты предлагал обсудить эротику, например. В 15-м году для меня прийти, обсудить эротику с человеком, посидеть в интервью, это просто, ну, это было бы из разряда на другой планете происходит. И есть ряд вопросов, в которые искусство становится безопасной зоной для тебя самого на каком-то этапе, чтобы погружаться в вопросы, которые напрямую ты обдумать не можешь. Эротика в том числе, кстати. И для кого-то это политика, для кого-то вопрос смерти проще осознать через искусство, для кого-то осознать какие-то психологические боли. очень много людей в моём окружении, которые приобретают искусство, и большая, не большая, но большая часть из них приобретает искусство совершенно, как бы, импульсно, эмоционально, по критерию, попали в боль этого человека или нет. Как бы закроет это... То есть они увидели что-то там на выставке... Про себя самого, да. Что им очень отозвалось эмоционально именно. Да. А именно в таком, типа, в грустном, ну, то есть в тёмном ключе. А в грустном просто проще, потому что передать боль, ну, всегда так было с писателями, с художниками, подпитываться от боли всегда проще, чем... Ну, даже расстроить человека легко. Ты приходишь, что-то не так скроет, и расстроил. Слёзы вызвать в кино там... Да. А вот действительно заставить человека порадоваться в такую эпоху перенасыщения это достаточно сложно. Ну, и вообще человек же чувствует чаще, проще люди находят друзей, когда вы сошлись на понимание, что вы прошли какой-то один путь, и у вас была одна трудность, и вот вы на этой почве как начинаете контактировать. Реже люди приходят, я добился всего там в Силиконовой долине, ты добился всего в Кремле, давай дружить. Такое, как бы, бывает не очень часто, к сожалению. Я вообще забыла, о чём мы говорили. Я тоже. А, я рассказывала, как вовлеклась современная искусство. Вот она становится как бы пищей для того, чтобы смотреть на какие-то вещи, на которые тебе сходу посмотреть как бы странно, иногда страшно. И я просто начала читать, у меня началось с того, что я начала читать истории художников, их жизни, то, что сейчас я считаю... После Бали, да? Да, просто решила посмотреть, что это вообще за поле такое искусство, музык, художники. Именно современные художники? Да, 20 века и 21. То есть мне не был интересен рынок, мне скорее были интересны какие-то романтические истории, как Мон Мартер жил там в конце 19 века. Ну, такие какие-то фильмы об этом. Кстати, ну, как бы с позиции преподавания, конечно, я не могу советовать на фильмах учиться, это не закрывает потребность в экспертности, но... Это всё суперромантизировано. Да, с позиции просто человека... Они пьются, вот так вот пишут. Но с позиции просто человека, почему не посмотреть? Ну да. Реально через фильмы, через какие-то такие рассказы, но всегда интереснее посмотреть на картину, не просто как на образ женщины, а узнать, что Пикассо за ним пытался спрятать. Ну, это на таких, на базовых уровнях. Вот тогда меня это вовлекло, это достаточно быстро прошло, но через жизнь этих художников я смогла свои какие-то внутренние боли проработать. Этот период, ну, может быть, там, не знаю, какое-то маленькое количество времени длилось. Параллельно я занималась организацией духовных ретритов, работала в большом проекте очень. Мы делали выезды в лес, на Ладогу, жили там по два месяца. И вот на одной из випассан случился переломный для меня момент. Я пришла на расстановки, это в психологии есть такая практика, когда ты приходишь на расстановки, все там отношения разбирают, родители. Я пришла, и у меня спрашивают, ну, у нас тишины там уже который день. Говорю, а что ты хочешь разобрать? Я говорю, я совершенно нетворческий человек, я пустая. Но я всю жизнь занималась аналитикой, то есть политтехнология, это аналитика. Ты у меня вообще не ассоциируешься с нетворческим человеком? Ну, тогда мне казалось, что это так. То есть я всё время работала через логику, через организацию, через систему, а вокруг меня вся духовная тусовка, я работала в самом крупном на тот момент, и сейчас в проекте, в принципе, по духовности в России. Я не знаю, как можно их называть или нет. Я вообще про это ничего не знаю. Но это большая, большая прям тусовка. Надо будет мне кого-нибудь потом позвать, выяснить это для себя, потому что я вообще ничего не знаю про эти все штуки. А, ну ты можешь спрашивать, тоже расскажу. Там тоже прошла этап, как бы, такой. Я в любую систему, входя, начинаю смотреть, что в ней работает, а что нет. Вот, и занимаясь духовными всеми этими штуками, я на расстановках спросила, говорю, во мне ничего нет, я не творческий человек, это вообще ужас. Так я погрязну в аналитике и проживу жизнь обычного человека. Мне всегда казалось, что творчество это какая-то необычная жизнь, а работать в министерстве промышленности это очень обычная жизнь, я бы так не хотела. И в расстановках там поставили душу, голову и тебя. Я подошла к своей душе, я не знаю, это был очень странный трансцендентный опыт, и она у меня спросила, почему ты не смотришь в меня, я говорю, потому что я боюсь, что там ничего нет. И девушка стояла, смотрела мне в глаза и сказала, наоборот, там настолько много всего, что тебе от этого страшно. Вроде бы это такая мелочь, но потом было ещё несколько дней тишины, и когда я вышла, моя жизнь реально поменялась. Я просто поняла, что сама я до этого пробовала рисовать, пробовала петь, не любила ни петь, ни рисовать, до сих пор это всё не люблю, только танцевать мне нравилось. И я в какой-то момент поняла, что творчество моё не в том, чтобы, вот как говорят, творчество это рисуй, или творчество, пиши книгу. Я поняла, что моё творчество в том, что я умею видеть искусство, и могу об этом говорить. И тогда я просто дала себе разрешение начать говорить об искусстве. В музеях с людьми я об искусстве болтала, друзьям какие-то экскурсии придумывала. И потихонечку, потихонечку начала сама изучать историю современного искусства. Но здесь мне, как бы мой пример не очень универсальный, потому что я уже сказала, что задрот книг. То есть если я себе поставила задачу изучить всю историю современного искусства, я взяла книгу гаража, есть там сколько, 600 страниц. И вот пока не прочитаю, я ещё там читаю, что-то не знаю, я тут же ищу. То есть я спокойно могу в исследовании провести там 4 месяца безвылазно. Это не всем подойдёт. И это не всем нужно. Чтобы современное искусство понимать, чувствовать и кайфовать, нужно им интересоваться. Но даже одну книжку вы найдёте, там музей гараж, не знаю, искусство непонятное, искусство понятным языком. Или придёте там на курс ко мне, например, или кому-то ещё. И послушайте об искусстве. Какая-то минимальная точка входа, чтобы заинтересовать, она нужна. И совсем не интересоваться, я даже не уверена. Искусство, оно интеллектуальное, очень современное. Его язык нужно изучить, чтобы понять. Но я его просто изучила, и дальше всё. Ты не думала сама книжки написать? Ну, я пока через язык передаю. В принципе, все, кто со мной контактирует, я всем рассказываю про искусство, но не с позиции вовлечь, а в основном меня о чём-то спрашивают, какие-то мои чувства, переживания, эмоции. И я просто делюсь. Но мне само это интересно до сих пор. Хотя сейчас-то моя профессия уже давно, а не хобби. Я как бы потеряла хобби. Потому что всё моё хобби когда-то, оно уже последние несколько лет, ну, порядка уже 4, наверное, лет, я занимаюсь только. Хобби тоже нужно. Вот я, вот у меня тоже потерял, и много лет ничем не занимался, а потом понял, что надо хобби. Хоть я у меня тоже, я как бы всё, что умею отрисовать, и работаю, ну, рисую всё время. Но вот я решил музыкой чуть-чуть заниматься. Я вот сейчас смотрю тоже в сторону фотографии. Я начала фотографировать по чуть-чуть, для себя чисто. Ну, то есть хобби это очень важно. Кстати, для тех, кто не работает в искусстве, для вас точно это может стать тем самым подпитывающим хобби. Я не знаю, для меня просто искусство это целое, ну, как человека может спасти, религия, психолог, философия. Вот искусство для меня стоит вот на такой фундаментальной точке, что может спасти тебя вообще, спасти тебя как личность. Меня, кстати, спасло оно, когда я после операции лежала дома, 4 месяца не ходила, а всё, что я делала, да, у меня была операция на позвоночник, и я обездвижилась. И всё, что меня спасало, и вообще давало мне жажду жизни, я не знала, буду я ходить опять или нет, как раньше. Это вот период, ещё ты не стала работать арт-менеджером? Нет, как раз после этого. А, уже стала? Вот в этот период я уже поняла, что я настолько хочу пойти и заниматься только этим больше вечером. А расскажи, вот как ты начала работать, а потом вот про этот период получается, чтобы по хронологии идти. Да, по хронологии. Я поехала в Азию на зимовку, я просто поняла, что я хочу поработать в Азии, и мне поступило предложение поработать в Азии. Я осталась, поработала там некоторое количество времени. Ну, ты имеешь в виду по интернету? Нет, нет, я... Или прямо в галереях каких-то? В галереях я работала вообще ретриты организовывала духовные. То есть я поехала туда по другой вообще истории, организовывала духовные ретриты, потом осталась там работать в бизнесе, открывали ресторан мы там. И вот как бы у меня всегда была мечта номер один в жизни после Бали уехать, пожить в Азии. Вот я там сколько-то, не помню, 9, по-моему, месяцев я там пожила. И в последний рассвет, когда я возвращалась в Россию, это было в мае, я сижу и думаю, ну вот я, знаешь, как... Есть план Б, вот то, что ты хочешь всегда. Это вот у меня было уехать в Азию. И тут я поняла, что я уже уехала, уже пожила. Что еще хотеть вообще? Все. Жизнь как бы остановилась непонятно. Уже все, что хотела, все там к 20, не помню, 5, что ли, годам, 24, уже все сделала. И решила просто посидеть, посмотреть на последний рассвет перед аэропортом. Сидела на песочке и вдруг поняла, что у меня есть только одна страсть, которая не просто поехать, как для галочки, а то, что со мной, это как вот ты не видишь человека, которого ты любишь, а он рядом всегда будет. Вот у меня так. Про искусство? Да, то есть я всегда в этих поездках единственные книги, которые читала, были об искусстве. Если мне было грустно, я смотрела истории про искусство, следила за галереями. Все это просто всегда было со мной, вот как-то всегда с момента, как я это для себя открыла. И тогда я поняла, что я возвращаюсь в Москву, чтобы этим заняться. Я приехала, и через, наверное, недели-полторы я подала документы в РМА-академию, пошла учиться галерейному бизнесу, и с этого момента начала работать в искусстве сразу. Круто. Ты сразу в 11-12? Нет, сначала я проходила стажировку в Филипс в аукционном доме, небольшую, после этого сразу попала в галерею, еще учаясь в РМА. Потом, после галереи, меня начали приглашать по лекторской части, читать в музеях лекции. То есть это как бы я разделилась на рынок, на его анализ, то есть мой аналитический мозг применился в этой части. Я работала в галерее и наблюдала за тем, как это все функционирует. В РМА-система обучения там преподают каждое занятие, там нет одного преподавателя, каждый блок преподает носитель того, что происходит сейчас. То есть человек работает в музее, он тебе про музей рассказывает. Ну, я, естественно, все вопросы, которые у меня были, я жадно впитывала информацию, брала ее, приходила, переузнавала. Кому-то просто писала в Фейсбуке, познакомиться с каким-то человеком из музея. Просто спросить, а как это работает. То есть, ну, это такая неподдельная жажда познания у меня случилась. А вторая часть, поскольку историю искусства я любила и к тому моменту уже очень хорошо знала, меня начали просто приглашать читать лекции. И я, как бы, делилась с людьми своей любовью, в первую очередь, к искусству. Ну да, у тебя язык подвешен, ты можешь, мне кажется, говорить вообще часами и бесконечно. Это искусство мне это открыло. Когда я работала в Министерстве промышленности, так много не болтала. А, да? Да, конечно, да. А что там так много болтать? Я не знаю. Нет, а мне еще. На промышленности. Поднимает Россию с колен. ВВП. Все, больше ничего не знаю. А вот про этот период, ты говоришь, когда ты лежала, это уже ты начала работать? Нет, это... Я работала тогда уже в творческой среде, была руководителем креативных направлений в школе, которая готовила писателей, писателей, режиссеров, ораторское искусство. То есть разные креативные практики для людей, школу, в которой я сама когда-то режиссерские курсы проходила. И потихонечку начала знакомиться больше именно с творческими людьми, без привязки к тому, что они художники. А творческие люди любят разговаривать о творчестве. Я все больше и больше рассказывала об искусстве, и на этой же площадке начала вести лекции. То есть мне тогда мои коллеги предложили в нашем локте, где у нас проходили занятия, просто собрать лекцию и рассказать про искусство. Это была моя первая лекция. Она была на баррикадной высотке. Ребята туда приехали. У нас был полный зал. И с того момента я поняла, что раз я могу делиться своей любовью к искусству, и еще и с людьми его обсуждать, это суперинтересно, я просто буду это делать. Вот я начала это делать, и случилась у меня операция вынужденная на позвоночник. И я не знала, буду ли я ходить заново или нет. То есть мне не дали точный прогноз. Ситуация была очень сложная. И я просто смирилась с тем, что вот пока я лежу дома, не могу шевелиться. Но если бы у меня был шанс второй раз прожить эту жизнь, как вот все люди все равно, если оказываются в точке дна, они задумываются, что я не успел. И в этой точке дна я поняла, что я не успела реализоваться вообще. Я шла всегда куда-то, но не к тому, к чему хотела. А второе, что я бы больше танцевала, трогала людей, просто простыми бы радостями свою жизнь наполняла. И меня это как-то внутренне открыло. К опыту того, что ты можешь просто поехать на фестиваль танцевать. Ты можешь просто прийти на выставку и просто заговорить с человеком о картине. То есть это дало мне еще больше открытость, и почти пять месяцев свободного времени, когда ты вот так лежишь. Я лежала, что-то на телефон заметки записывала, вот так держала, там ноутбук смотрела, потом пыталась на бок, первое, что через огромные какие-то муки физические. Но я круглые сутки смотрела все возможные курсы, даже то, что я уже знала из истории искусства. Мне просто хотелось, как бы до конца у меня было чувство, что время разбрасывать камни. Нужно узнать по максимуму разные позиции. Мне все время кажется, что с любым человеком, когда ты говоришь, ты можешь еще по-другому увидеть, еще больше. Как бы мир становится объемней, объемней, объемней. А потом, слава богу, я встала. Мне пришлось тогда, кстати, в РМА поступила отложить учебу, уйти, потому что я лежала дома, я забрала, перенеслась на неопределенный срок. Я знала точно, что к моменту, когда я встану на ноги, я поеду на лекции, и я уже с своего пути не сверну точно. И все, я не свернула больше. Слушай, у меня такой вопрос возник. Вот ты говоришь, что фотографией сейчас увлеклась, а ты не думала никогда сама пойти в современное искусство, ведь там как бы рисовать не обязательно. Но нужно очень знать все как раз. Мне не откликнулось. Конечно, у меня сразу, еще когда я была в РМА, до того, как я начала консультировать художников, художников я начала консультировать, когда уже появился некий объем, анализ большого блока информации. То есть это произошло не совсем сразу. Даже совсем не сразу, я бы сказала. Я уже год, год, полтора, два года уже работала в среде рынка, но поскольку у меня такой хваткий аналитический ум, то я все процессы пыталась понять до конца, как они работают от и до. Вот до этого момента я художников не консультировала. И первое, что я думала, что может быть, если это все можно аналитически осмыслить, да, ты подумал, почему бы этого не сделать. Ты можешь посмотреть, так, сейчас популярно это, допустим, скорее всего, в будущем это еще пойдет вот туда. Если вот что-нибудь сделать такое, похоже, у меня, может быть, все сейчас купят. Это если мотиватор деньги, да. Но у меня как бы не стоял мотиватор деньги, и он... Я в работе... Это важно, чтобы тебе оплачивали твой труд, и я всегда плачу за труд, там, не прошу каких-то скидок за услугу. Это важно, но для меня это не мотиватор. То есть, если хочется зарабатывать деньги, искусство, это точно не та область, куда ты пришел, и там будет больше гарантий. Мне кажется, мне кажется, в современном искусстве очень много людей про деньги. Очень много про деньги, и очень много шансов заработать много денег, и очень много шансов не заработать ничего. И поэтому туда и идут как раз те, кто думает, что сейчас... Авантюристы. Да, да, таких много. Даже я в какой-то степени чуть-чуть, может быть, авантюрист, потому что для меня мотивация деньги всегда важная была. Ну, во всем, что я делаю, поэтому, может быть, у меня такое коммерческое творчество. Я еще, видишь, здесь нахожусь по другую сторону среды, потому что художники и галеристы, которые получают непосредственную прибыль от произведений, это одна часть. А все обеспечивающие люди эти бизнесы, это все менеджеры, кураторы, это логистика, дополнительные бизнесы, эти зарплаты по тем же сегментам работы значительно ниже в культуре, чем, не знаю, пиар-директор может получать в крупном музее 50 тысяч рублей, директор огромного штата. То есть, когда я слушала впервые лекции, по-моему, Ольги Свибловой, она говорила, что... Или Елены Куприной, наверное. Она говорила, что в искусство идут, но только в первую очередь люди, которые любят искусство. Это реально так. Если у художника еще может быть такой запал, как бы много заработать на своей картине, то работая менеджером, ну, ты заработаешь только сколько ты зарабатываешь. И все. Поэтому, ну, для меня искусство это не про деньги, а еще художник, на мой взгляд, это внутреннее призвание все-таки. Во мне этого просто нет. Во мне этого нет, но это, кстати, и позволяет мне быть хорошим аналитиком. Я недавно это поняла, мне в эфире задали вопрос, почему я сама не рисую, но чисто по-человечески не хотелось бы порисовать. Я как бы ответила, чисто по-человечески не хотелось бы поанализировать. Просто если ты что-то хочешь, но подавляешь в себе и помогаешь другим людям, это никогда не будет чистая помощь, потому что самому хотелось бы, но я как бы боюсь сам реализоваться, поэтому буду в людей вкладывать. Это не про меня история, именно потому что этот хлеб не мой хлеб, я и могу как бы вовлекаться в эти процессы полностью. Ну да, ну понятно. А насчет галереи своей? Я думала, да, насчет галереи я думала, и периодически думаю, и проект у меня один был, я пока не вижу достаточной обоснованности бизнес-плана. В Москве трудно. Да, в Москве, да. А для того, чтобы за рубежом делать галерею за границей, необходимо окружение. Вообще мир искусства и галереи, это больше про людей, которые... Ну это и жить надо там. И жить там надо, да. Но я не исключаю такого момента, что моя идеальная мечта – это резиденция. Да, вот, кстати. О, давай поговорим про это. Это так классно, это такое, то, что ты как-то написала про дом художников где-нибудь в тёплой стороне. На Средиземном море хочется. Какая-нибудь вилла. А в коей стороне? В Италии, в Испании или в Греции? Я думаю, в Италии – это моя любимая страна. Но на самом деле не столь важно. Хочется просто, чтобы это было в тёплом месте, чтобы художники приезжали не только сайт-специфичное сложное искусство создавать в Москве, в Екатеринбурге, а чтобы это был какой-то вот дом солнца. Чтобы человек приезжал и просто мог творить, не думая ни о чём. Ну меня вообще всегда захватывали эти истории и про фабрику Уорхола, и про разные такие комьюнити художников. И, кстати, когда я пришла из духовной среды, там очень сильная общность людей. Мы делали вот эту перезагрузку в лесу, в Карелии у нас было по 200-300 человек в смену. И эти 300 человек реально были одной семьёй. А потом я пришла в искусство вот с этим своим ощущением как бы открытости к людям. Ты привык там, ты всех обнимаешь. Ты привык, что все друг с другом делятся. Ты такой приходишь, а среда современного искусства, она очень снобская. Она такая... Это, кстати, одна из претензий потом обсудим. Да, и почему люди любят онлайн-продажи. Например, многие приобретают, точнее, покупки в интернете, а не вживую, особенно в зарубежных галереях. В России ещё более лояльная история. В зарубежной галерее тебя, в принципе, если ты не покупаешь, не очень ждут, мы будем говорить прямо. И ты чувствуешь, что просто так, даже на ярмарку, как у тебя было ощущение в России, на ярмарке чаще ходят просто посмотреть, пофоткать. За границей люди приходят, либо ты пришёл покупать, либо, ну, что-то, что-то пришёл. Сразу. Во-первых, по мне было понятно, что я не покупать пришёл. Как бы это... Понятное дело. Во-вторых, как только я подходил к кому-нибудь куратору или владельцу галереи на предмет спросить, а, типа, а как у вас там можно выставиться или что-нибудь... Ну, не выставиться там. Сразу, типа, ну, вот, типа, сайт возьми и всё. Там, напиши или там позвони, приди куда-нибудь. Ну, не, никто не говорил, позвони, просто, скорее всего, типа, вот сайт, и в лучшем случае, в худшем вообще не отвечали. Ужасно, ужасное ощущение, какой-то оплёванный после этого. Хотя, как бы, я смотрю картины, понимаю, что я, если постараюсь, вообще не хуже сделаю. Ну, просто сама история с ярмаркой, конечно, с позиции, я работала на ярмарках и от галереи, и от художника отдельно, менеджером. Конечно, там твоя задача продать искусство. Ну, понятно, да. Поэтому художников переориентируют, чтобы они уже как-то портфолио в галерее оттуда. Да, и там женщина, ну, там, просто при мне какая-то там покупала какую-то маленькую картинку, там даже меньше тысячи долларов она стоила, так её всё там, вот мы вам её и потом пошлём, и так упакуем, и всё. Мне кажется, вот на это, кстати, многие люди подсаживаются, покупая искусство. У нас немножечко это растворилось, этот флюор, но вот мы с Иваном Горшковым это тоже в прямом эфире обсуждали, у меня на странице. Он вот сказал, что ведь галерея – это всё, что вокруг покупки произведения. То есть ты приходишь, это иногда шампанское, это иногда там несколько слов перекинутся художники. Всегда, когда я общалась с клиентами в галерее, я всегда спрашивала про коллекцию человека, какой он, потому что коллекция отражает человека, что ему подобрать, там, посмотреть интерьер. То есть это, это какое-то вот, ну, это магия. Ты приобретаешь не только саму работу, ты приобретаешь после вкуса от приобретения этой работы. И когда ты это совершаешь, я начала чуть-чуть сама покупать искусство, пока в маленьких количествах, но это ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну, то есть ты действительно просто прикасаешься к совершенно другому ощущению. То есть это другой мир, и ты становишься его участником ещё и с другой стороны. И многие люди на это, на это подсаживаются реально, коллекционеры. Ни разу, кстати, не покупала искусство. Но в России это всё не так классно, как за границей. Всё-таки у нас бывает, что если покупка не очень дорогая, то как-то и, ну, купил, и пошёл. Ага. Блин, арт-резиденция, мне так нравится эта идея. Вообще. Знаешь, я вспомнил сериал, есть такой даровый по книжкам. Я видела его, раз пять он у меня всплывал, а я ни разу его не посмотрела. Вот я, наверное, его посмотрела. Там такая... Он очень милый, он очень такой, как бы, знаешь, не как все современные сериалы, там не тянут какое-то напряжение. Просто очень милая атмосфера и Греция, и дом у моря вот этот, и как они, семья просто там живёт. Очень-очень классно. Мне кажется, арт-резиденции можно чё-нибудь такое сделать. Я, кстати, недавно разговаривала с девушкой на консультации, она фотограф и живёт на Бали, и когда я последний раз там была, не помню, какой-то был год, несколько лет назад, то есть я ещё потом ездила, и вот в мой заключительный приезд там не было резиденции, и она мне рассказала, что там теперь есть большая резиденция художников стрит-арта, что весь остров разрисовали, и мне это стало так тепло, вот в идеале я бы сделала где-то подальше, в Аргентине, например, но это сложнее для какого-то, наверное, культурного обмена. Хотелось бы, чтобы резиденция была таким вторым домом, чтобы люди, вот как есть у Сергея Гричина, я просто обожаю его подмосковную резиденцию, и когда мы туда с Армей поехали на пикник... Я, кстати, не волнуйся, меня звал туда, но я не... Вот это вот ощущение такого домашнего, уютного, мне оно очень понравилось. Мне дико нравится дом в фильме Патрик Мелроуз, может быть, смотрел сериал, прекрасный сериал, на мой взгляд, с Камбербичем, такой тяжелый, но интересный. Вот там есть родовое имение, ну, по-моему, у них, не знаю, может быть, в Англии, а может быть и нет. Ну, вот какой-то такой дом, только с благостной обстановкой, атмосферы большой, где просто будет происходить жизнь и на самом деле по резиденции то у меня есть целый огромный проект, то есть как бы и концепция резиденции есть, я надеюсь, что я... Тебе нужны инвесторы? Пока мы прокладываем шаги в эту сторону потихонечку, так что... Инвесторы, слышите? Да, резиденции, просто не всем до конца понятно, зачем это нужно, и я когда писала, для себя расписывала этот проект, я понимала, что для инвесторов история с тем, что... Это меценат нужен, чисто без всяких корыстей. Нет, я думаю, что вин-вин везде должен быть, ну, в общем, чуть-чуть попозже, я думаю, что я уже смогу... Мне кажется, вин такой от того, что ты поддерживаешь настолько искусство, и что самому туда можно ездить, ну, в смысле, этому человеку наслаждаться. Кстати, это тоже одна из идей, которую я вот обдумывала, почему людям интересно поддерживать музеи, например, да, патронировать музей, а просто поддерживать финансово конкретного художника, который тебе понравился, у нас такая практика не развита. Или галерею, ну, типа, галерея зарабатывает, зачем её поддерживать финансово, но галерея, как бы, им тоже очень сложно приходится, чтобы мы вообще видели современное искусство, их тоже нужно поддерживать. Ну, кстати, сейчас вот Patreon такой сайт есть, знаешь, поддерживают художников, как раз я мне, я туда в 2015 году пришёл, потому что мне как раз очень идея понравилась, это. Ну, и как тебе фидбэк от работы? Отлично, по деньгам, в смысле, так я живу, можно сказать, на эти деньги уже, сколько, шесть лет. В Америке всю аренду оплачивалось с него, ну, то есть, три с половиной тысячи долларов получаю вместе. А что можно посоветовать художникам, вот, если они хотят с подобными платформами работать? Ну, найти свою какую-то целевую аудиторию, которая будет интересно их поддерживать. У меня, например, это эротоманы, но в целом, я думаю, что современное искусство, может, чуть сложнее, но есть же художники, у которых очень большая фанатская база. Я бы вообще сказала, что в современном искусстве очень много эротики. Ну да, но это не обязательно с эротикой связано, я просто к тому, что у меня это так работает, потому что это у меня проще всего, и мне само нравится, и это, как бы, ну да, и мне нравится, и работа, и людям нравится. Вот, а в целом, да, просто люди дают деньги за то, что ты творишь, им приятно каждый месяц, тебе там по... Людям-то не страшно по пять долларов, по доллару давать, а у тебя, там, не знаю, пятьсот человек дает тебе по пять долларов, две пятьсот, и получают. Ну, ты видишь, твое творчество, оно человеку близко, то есть вот он смотрит, человек на эротику, эротика, она всегда трогает за что-то такое внутри, это понятнее, зачем поддерживать, а многие современные художники, которые не, как бы, не хотят идти на поводу у мейнстрима, у трендов, а реально проводят какую-то глубокую, аналитическую, концептуальную работу, их произведения могут быть совершенно непонятны зрителю, которые не в контакте современно. Ну, тут, конечно, именно поддержка фанатов очень важную роль играет, потому что без вот этих людей, там, в инстаграме или где-то трудно, хотя есть, конечно, такие, которые как-то развиваются там, но в целом это легче, когда у тебя уже, допустим, какие-то есть несколько там сотен тысяч фанатов или тысяч фанатов, и вот ты их можешь заманить, которым нравится, что бы ты ни делал, неважно, там и подкастеры, и ютуберы, и музыканты, просто то, что ты делаешь, им очень нравится, так что ты, я поддерживаю сам комиков, например, мне не надо ничего, они ничего там особо не выпускают специального, но в целом ты, как бы, тебе тепло от того, что ты даёшь копеечку, а в итоге люди живут. Ну, я полностью тебя поддерживаю, но лучшая возможность поддержать художника, просто купить его работу, если вдруг вам какая-то работа понравилась, она может стоить и не так дорого, то есть можно купить современное искусство, графику, там, за 200, даже принт можно купить, даже принт можно купить, то, как бы, хорошо, да. Вот. Кстати, про крипто-арт тоже, ну, ты сказал, что ты мало ещё изучила про это, но плюс очень большой в этом, в том, что, ну, во-первых, художник создается, за ним вот эта цифровая подпись числится, её никак не подделать, ничего, но самое классное, мне нравится, что люди, допустим, художник продал работу задёшево, ещё никому неизвестный на крипторынке, а потом стал известный, и люди перепродают работу, и каждый раз, с каждой продажи художнику идёт процент. Ну, такое должно быть вообще всегда, то есть, право следования, оно существует, но его просто не очень соблюдают, а здесь оно просто, здесь не отменить, это здорово. Кстати, ещё, мне кажется, мы упустили момент про то, что в современное искусство можно прийти вот как со стороны, есть художественная жизнь, вот художественная мысль, она развивается, кураторские тексты, музеи, сложное послание, дискурс, это вот всё одно, проблематики, а второе, это вообще светская часть жизни искусства, это же совершенно другие люди, и ты другой человек, ты, мне кажется, в современное искусство ты можешь быть любым, любой может быть любым, вот какие-то вещи, как помнишь, мы с тобой когда обсуждали эротику в прошлую нашу встречу, что разные секс-вечеринки, они дают возможность человеку принять себя таким, какой ты есть, как бы это ни было странно, но для меня современное искусство это тоже почва, поле, где ты, ну, где ты, сам себя можешь принять таким, какой ты есть, ты можешь открыто говорить о проблемах, которые тебя волнуют, потому что в искусстве они нетабуированы, ты можешь встречать людей, которых интересует не только, там, там, не знаю, взять машину в кредит или не взять, какие-то ещё вопросы, и искусство, на мой взгляд, собирает, внутри своей системы, привлекает совершенно разных людей, но всех их объединяет какой-то, какой-то незримый код, я не знаю, как его назвать, но я вот это ощущение всегда его чувствую, общность, да, какая-то, общность, а когда на аукцион приходишь, ну, это же, это просто, какие-то совершенно животные инстинкты в тебе задействуют, я когда первый раз пришла, я думаю, ну, понаблюдаю, ты сидишь, и ты реально включаешься в это поле борьбы за произведения, и как люди с яростью, со страстью это включаются, вообще очень мало, мне кажется, в современном мире города Москвы очень много закрытых чувств, как-то вот всё очень холодно и ровно бывает, а в искусстве там всегда какие-то пожары, и в среде, и внутри, и в анализе произведений, новых авторов открыл, и уже день не зря пришёл. А вот ты сказала никаких табу нет, но мне кажется, всё равно есть табу в современном искусстве. Ну, политические есть табу. А вот не политические, а эротические, порнографические, тоже ведь с этим проблемком может быть. У нас такой закон распространения порнографии абсолютно неадекватный. Ну, в смысле, в законе написано запрещается нелегальное распространение, незаконное распространение порнографии. А что, бывает законно? Здесь, ну, здесь нужно, наверное, проложить вот эту грань между порнографией и эротикой, потому что, например, в Кьюбе последняя выставка, которую я видела недели-полторы назад, там очень много эротики, на Дамоску было очень много эротических картин. Ну, а что, если, например, художнику, я не говорю про себя, но бывает, например, мысли нарисовать что-то очень прям вызывающее. Ну, вот позыв такой есть, есть, допустим, такая сторона жизни, но это прям скажут все-таки, а, ну, это вообще, что это? Так вот здесь у меня будет вопрос, что будет очень вызывающим, потому что в современном искусстве, наверное, за последние, даже, ну, вот в постмодернизме, за это время уже показали, вывернули все. Ну, то есть, не вывернули, в смысле, наизнанку, а как бы раскрыли любые темы, которые можно обсудить любому искусству, любой какой-то такой странности в человеке, какой-то скрытой его фантазии, всему есть ответ в разных художниках. Просто искусство, вот, я поняла, как ответить, искусство не является иллюстрацией. Вот когда искусство есть иллюстрация, например, ну, назови какую-нибудь тему, которая вот не, была бы, на твой взгляд, неприемлема в искусстве. Капрофилия. Капрофилия. Если художник берет и капрофилию изображает напрямую, вот, ну, берет какую-то иллюстрацию и называет капрофилией, на ней изображена капрофилия, то это иллюстрация. Искусство – это все-таки аналитическое, аналитический поиск метафоры. И когда есть какая-то проблема, ну, вот в чем может быть проблема, связанная с капрофилией? Например, для одного человека одни границы, для другого – другие. Вот они не могут, как бы, сексуальные границы выстроить. Это уже интересный вопрос. Искусство можно прощупать. И тогда художник ищет метафору, которая не напрямую в лоб человеку бьет этим вопросом, а она как бы показывает, что это тоже есть. Но как бы от того, что мы не расскажем про капрофилию, от этого не перестанет она существовать как явление в обществе. Ну, понятно. Ну, сложный вопрос в плане иллюстрации, не иллюстрации, потому что, например, для кого-то ведь это может показаться иллюстрация, а я ее не позиционировал как иллюстрацию, ну, допустим, сейчас не про это говорим, а в целом что-нибудь. Для меня это не иллюстрация, для меня это переживания какие-то или еще что-то. Вот как это понять? Или это нужно написать текст? Или что? Я думаю, что это просто взгляд куратора, который в голове или галериста, или... Вот я, например, хожу на кинки и стал рисовать там наброски. И мне очень нравится. Я прям много часов хожу и рисую людей за разными процессами. Просто мне... Как то, и за этим есть история, как бы и люди там даже какие-то одни и те же, и какие-то ситуации интересные, потому что я это же все вижу, наблюдаю. Ну, то есть, за каждым каким-то наброском мне есть что сказать, но выглядит это все как типа иллюстрации, грубо говоря. Да, здесь я бы от общей идеи, наверное, если бы мы с тобой как-то... Если делать выставку набросков, допустим. Я бы спросила, почему, что привело тебя к тому, что ты именно за телесностью наблюдаешь именно в этом месте, в это время, что твой взгляд ловит, какие мысли в этот момент возникают. И здесь, наверное, разговор куратора с художником может дособрать эту концепцию. Но в любом случае, первонаперво, когда любой человек из сферы искусства смотрит на работу, он смотрит на работу в первую очередь. То есть, здесь как-то недопиши сверху, если это недостаточно стройное высказывание, но оно и останется не стройным. То есть текст не может вытянуть произведение никогда. Поэтому бывает... Нет, смотри, когда мы начали с чего? Что люди приходят и говорят, что современное искусство гэ. Но оно реально часто... Современное искусство часто выдают какую-то профанацию. Когда ты начинаешь туда копать, ты понимаешь, что это такая псевдомысль вторичная. И галерея почему-то решила такую штуку показать. Почему? Ну, может... Ну, у тебя бывает такое, да? Нет, ну, естественно. У меня немножко ощущение, как от кинокритиков... Я просто во ВГИКе учился, я много с кино связан от кинокритиков и от искусствоведов. Иногда ощущение, что им всё нравится практически. Они, то есть, могут плюс найти вообще во всём, что угодно. Ну, наоборот, мне кажется, ты же, когда уже понимаешь, насколько мысль может быть глубокая, а потом видишь иногда, насколько, ну, такую мысль с первой полки пытаются выдать за очень глубокую, не понимая, что в контексте бэкграунда искусства уже очень, очень много на эту тему сказано и с очень нестандартных сторон и глубоко. Ну, ты, наоборот, не можешь эту линзу отключить. То есть, ты не можешь удивляться всё время каким-то, как бы, первым шагам. Другой вопрос, что на консультациях с художниками я всё-таки придерживаюсь позиции, что у каждого автора лучше, что ты можешь дать, это показать, какие есть варианты поля для развития, нежели, там, сказать, ну... То есть, нельзя сравнивать центр, середину пути одного человека и начало пути другого человека. То есть, нужно всегда понимать, что, если хотите хорошее современное искусство смотреть, вообще судить о современном искусстве, то нужно ходить на проверенные площадки, которые показывают хорошее искусство. То есть, если вы идёте в галерею, то желательно, чтобы эта галерея была... Скаке в Москве куда скорее здесь можно? Триумф, Винзавод, если то, это XL галерея, конечно, 1112, конечно, Овчаренко, Попов, разумеется, Гарри Татинсяна, галерея мне нравится, я там Кондо впервые увидела вживую. В Искери мне понравилось очень, и, кстати, у Полины в галерее тот самый вариант зарубежного такого, как бы, сопровождения, как обычно происходит в Европе, в Америке, когда ты заранее записываешь, тебя встречает куратор, персонально тебе всё рассказывает. Надо будет вынести в отдельное... В этот... В описании. Триумф, Гритчен, Кьюб, для тех, кто, ну, вот прям в галерею позвонить куратору и прийти, человеку как-то кажется, ну, таким непонятно пока, я ничего не понимаю. Просто сходите в Кьюб или на Винзавод, там совершенно во вся галерее свободный вход. В Кьюбе обычно несколько галерей сразу представлены. Да, и на Винзаводе тоже в галерее там порядка 10-12, вы можете заходить и все смотреть. Ещё люди иногда пугаются, когда ты приходишь в музей, у тебя три этажа, и у тебя прям конкретная завеска, кураторский текст, везде описание, чтобы ты не растерялся, как бы за руку взяли и провели. Ты приходишь в галерею, обычно человек забегает, у тебя один зал в галерее, потому что галерея занимается продажей, у неё есть один зал выставочный, всё остальное это подсобка, возьмём так. Туда приводят клиентов, там, в шоу-руму, и человек забегает, такой, ладно, ладно, быстрее, где ещё смотреть? Ты пытаешься объяснить, что здесь не, как бы не в объёме, как в музее, успеть пробежать три этажа, а ты приходишь, вот оно, всё уже с тобой здесь, сейчас. Вот эти три картины висят, и зачем тебе 23? Даже три мы не даём себе времени, как-то осмыслить их, а хотим больше, больше, больше. Так вот у меня такой вопрос внезапный. Ты арт-менеджер, а можешь рассказать, чем арт-менеджер занимается? Конечно, с удовольствием. Потому что ты так, ну, как мы сказали, первые слова, можно сказать, в подкасте, а дальше-то, что именно это значит? То есть... Арт-менеджер в искусстве, потому что у нас арт-менеджер, например, в любой компании, это человек, который на себя берёт дизайн, там, и всё на свете. Арт-директорская. арт-директор, да, и у него бывает помощник, арт-менеджер. Но арт-менеджер в искусстве, это очень-очень широкое поле, и, к сожалению, это настолько широкое поле, что иногда на арт-менеджеров галереи пытаются все, то есть ты выполняешь и какую-то менеджерскую работу, и кураторскую, и юридическими документами можешь заниматься, и пиаром, и сммом, то есть это очень широкая деятельность, но, по сути, арт-менеджер – это человек, который может помочь обеспечить развитие художественного процесса. Если это в галерее человек, то у него свой пул обязанностей. Подожди, а он в галерее сидит и встречает всех, и рассказывает, или как? Нет, нет, он занимается документацией галереи, то есть это менеджерская работа в первую очередь, организовать выставки, организовать продвижение художников, собрать работы, продать работы как дилер, то есть ты арт-менеджер и дилер. Если ты человеку помогаешь коллекцию собирать, то ты считай арт-эдвайзер, то есть ты должен обладать знаниями по истории современного искусства, российского рынка искусства, по дизайну базовыми знаниями, отправить работы, привести, оформить бухгалтерию по этим работам. То есть это очень-очень широкий пул, но то, что касается художников, например, кто ищет арт-менеджера, то какую ответственность на себя обычно галерея забирает, это работа по продаже искусства этого художника, опять же доставить, доставить, прислать, оформить. Это организация выставок, если арт-менеджер и еще и куратор, то он может помогать вместе в философском потоке это все в целостный проект организовывать. Это фандрайзинг иногда, поиск спонсоров, инвесторов. Это знакомство с нужными людьми, знакомство с клиентами, где-то с дизайнерами, чтобы ваши работы, там какие-то проекты включали, продвижение, промоушн, продюсирование, ну вот такие вещи. Иногда кто-то берет арт-менеджер исключительно под выставку. Вот я, например, сейчас под выставочные проекты работаю с художницей. То есть просто есть площадка, и нам нужно полностью сделать весь выставочный проект. Если ты арт-менеджер у художника персонально, это одна история. Если ты арт-менеджер в галерее, другая история. Если арт-менеджер в музее, ну в музее там вообще все по отделам делится, там очень такая микроответственность, но она очень такая фокусная. В галерее обычно ты делаешь на все руки мастер. То есть здесь очень широкое поле, поэтому в РМА нет какого-то единого предмета, который длился бы как арт-менеджмент вообще. То есть это просто огромное количество опытных практических знаний из разных игроков нашего молодого рынка искусства, которые ты получаешь, и для себя в голове складываешь, какие компетенции ты реально можешь на себя взять, какие нет. Кто-то, например, приходит, очень часто в искусство приходят люди из других сфер, из финансов, из-за юриспруденции, из-за логистики, ну какие-то вот совершенно на первый взгляд нетворческие истории, и у всех случается рано или поздно переломный момент, когда ты думаешь, реально все ли я делаю то, что хочу. Вот у меня он случился из-за операции чуть раньше, обычно вот у меня в группе были все постарше меня, но к 30-ти, там, 5-ти годам, к 40-кам часто люди меняют свою деятельность. Кто-то приходил, чтобы узнать про арт-менеджмент и художникам самому себя продвигать. Кто-то приходил, потому что хочет городские фестивали делать. Кто-то приходил, потому что хочет коллекционировать, хочет понять, кого собирать, как понять цены. Опять же, нас не учили истории искусства. Для меня это было важно, потому что к тому моменту я уже, ну как бы, достаточно сама и на других курсах, и у учителей, и у других. А почему, значит, это шоу? У нас был короткий такой курс, вводный, но занятий, может быть, 10, не больше. Чисто вот история с прицелом на российское искусство, потому что мы ее часто знаем, там, 20-й век, импрессионизм, ну и авангард, например, а художников, как у нас это все, в формальном переулке зарождалось, какая была... Вообще, откуда взялась новая культура России? Мы часть этой новой культуры, она сформировалась только там в конце, в самом конце 80-х, в начале 90-х. Понятно, интересно. Я вот вспомнил, что мы хотели обсудить с анабизмом в современном искусстве, это такая... Действительно, вот ты ходишь по этим, люди такие, прям от них веют этим всем. Не очень приятно, так скажем, особенно если ты новенький, допустим, в этом всем деле. Особенно если ты художник. Да, ну вот, да, художник. Тебя может это очень сильно оттолкнуть, и ты такой, с одной стороны, круто, красиво, все, и люди красиво, одеты красиво, дорого, богато, а с другой стороны, идти хочется, продавать картины, быть в этом мире, и вообще, стать таким же крутым, как какие-то известные художники. А с другой стороны, это так отталкивает... Меня это тоже очень долго отталкивало, пока я сам, может, как-то в себе больше чуть уверенности не почувствовал. Но в идеале, конечно, этим должен заниматься агент. Художник, чаще, ну, чаще я встречаю художников-интровертов. Это все-таки люди, которые, ну вот, они внутренний мир очень берегут. Их даже очень трудно встретить на выставках, они даже, если присутствуют, часто где-нибудь там прячутся, бегают. Да. Там что-нибудь... Ну, художников как-то по-снопски настроенных я вообще, по-моему, и не встречала. Я не про художников, я про коллекционеров, наверное, или про тех, кто... Или кто эти люди, я не знаю. Ну, вот коллекционеры, наверное, тоже... Вот коллекционеры к художникам по-снопски не настроены, они наоборот воспринимают художника как возможность из первых уст получить как бы информацию, которая недоступна другим. Вообще, это же целый такой тоже романтический образ. Нет, конечно, они, у кого покупать там, собираться. Есть ты, в первую очередь. Ну, да. Я имею в виду, что они не настроены снопски к тому, у кого что-то купить собираются, а ко всем остальным вокруг они довольно... Я-то с позиции не того, кто продаёт, а просто ходит. Ну, это есть, и я тоже с этим сталкивалась. Здесь, наверное, для себя важно понять, что рынок искусств, если мы не говорим про музеи, а говорим про рынок, это рынок. То есть, это бизнес. И, например, приходя на какие-то мероприятия закрытые от Министерства промышленности, там тоже люди были со своим каким-то проходным минимумом для других людей в другой сфере. То есть, любая закрытая среда и искусство более открытой, чем моды, например. Мода по-настоящему, такая высокая мода, это по-настоящему закрытый сегмент. Искусство, оно сейчас старается больше идти в массы, задействует разные какие-то интерактивные вещи, в медиа, через дизайн. То есть, все-таки приближается к человеку. Когда начинается вопрос каких-то крупных торгов, работ, которые стоят очень дорого, там, конечно, будет эта атмосфера, но и давайте ответим себе на вопрос. Если бы вы хотели приобрести работу за 50 миллионов евро, ну, по-хорошему, по-честному, все мы хотели бы, чтобы эта продажа шла не как в магазине пятерочка, а как-то она была окружена. То есть, эти деньги должны были себя купить и в какой-то символической стоимости тоже. То есть, это вот тот самый флёр какой-то, который как после вкуса от покупки, который создаётся. Но я часто встречала снобства, будучи молодым специалистом в этой области. Здесь же такой диссонанс, ты как бы не молодой специалист, ты много работал, и психологией много занимался, и социальной психологией. Тебе понятны эти механизмы, но когда ты приходишь в галерейный мир, ты как бы всегда такой, девочки в галереях. Вот такой вот. То есть, ты способен кнопку нажать, и этого достаточно. Вот такое отношение, да, оно чувствовалось, и я иногда это вижу, и... Это ещё ты хорошо много знаешь, а представляешь, там кто-нибудь что-то не знает, им говорят, что вы там не знаете этого художника там какого-то или ещё что-то. Да, но это видишь... Хотя ты можешь, ну, не знать кого-то. Вот, кстати, по вопросу того, что арт-менеджеры не знают историю искусства, я не встречала диссонанса. То есть, ну, как бы обычно арт-менеджеры нанимают за очень небольшие деньги в российских реалиях, и ты выполняешь какую-то очень стандартную техническую организационную операционную работу. И вот в этом для меня, наверное, больше было загвоздки и непонимание, потому что мне очень нравилось искусство с самого начала, когда я пала в галерею, российское актуальное искусство, и мне всегда нравилось людям, которые подходят, не все же в галереи подходят, спрашивают, там кто-то просто скажет, вот есть листок, прочтите и не трогайте нас, нам за это не доплачивают. Мне реально было интересно, я со многими людьми так и познакомилась, просто рассказывая про выставку. Я не знаю, как другие, но я вот тебя... Ну, то есть, я скорее... Мне скажешь, арт-менеджер, я думаю, что он должен как ты, ну, с таким подходом быть, с подходом фаната. Кто-то приходит и радуется тому, что можно быть не фанатом, а можно, наконец, поснопствовать. Здесь всегда за всем стоит человек, и я скажу так, я видела снопства и со стороны тех, кто нанимал на работу. Со стороны художников тоже бывает. Ну, здесь это было бы... Ну, я не встречала, но думаю, что это может быть, и это было бы странно, потому что мне доводилось общаться с прекрасными художниками, с АИС плюс Ф, ну, с очень многими людьми, которые действительно во всем мире очень известны, у них нет ни доли снопства, и ты понимаешь, что ему там как бы... Ну, когда человек полностью уверен, если это не игра, сейчас я пробую сформулировать, когда человек полностью уверен, ему незачем себя как бы сверх нести, то есть ты вот в своей самоценности находишься и наоборот в обмене, но бывает в искусстве такое, как негласный кот, и это снопство, оно тебя не ранит. А если ты типа... Это у тебя образ такой, то типа Маша Янковская. Маша Янковская. Здесь дело же не в том, что если это снопство ни на кого не направлено, как бы унизить другого человека, то арт-тусовка, на мой взгляд, это место, где ты можешь и таким тоже побыть. Но это не должно распространяться на снопство, которое бывает, когда человек приходит в галерею и реально хочет познакомиться с современным искусством, а менеджеру не до него. Я как бы и менеджеров понимаю, потому что я была на этом месте, но бывают люди, которые прям очень хотят, у них горят глаза, но объективно просто рассказывать как в музее об искусстве не очень часто менеджеры галереи хотят. Ну да. Больше на продажу. Ну да. Слушай, у тебя какой-то курс начинается скоро. Расскажи про это. Меня, в общем, я ввела... Может, кто-то захочет прийти, правда. Курс, тем более, у меня не только на художников этот раз. Я, в общем, начала вести в какой-то момент курс, когда поняла... Это вот твой первый был курс, когда после него мы познакомились? По истории искусства я ввела до этого, но по рынку я провела первый курс осенью прошлого года, и мне из-за этого пришлось уйти из галереи. Да, да, да. То есть это такой вот момент, когда тебе очень нравится твоя работа, но ты понимаешь, что ты понял эту систему, и я уже тогда консультировала художников, и я понимала, что нет открытой информации о том, как это реально работает. И всё, что я слышу в лекциях, не совпадает с тем... Слышала в лекциях, не совпадает с тем, что есть на самом деле. И как-то из вот этой внутреннего желания рассказать, как это реально работает, просто я решила спонтанно сделать этот курс, и мне это показалось очень важным. Сейчас я понимаю, спустя время, что это реально было важно для тех там трёхсот человек, которые прошли с нами эти два курса. Круто, столько много. Да, это для меня было удивительно, но как бы я рассказывала просто всё, всё то, чем мне нужно было поделиться. И вот у меня случился новый виток. Я всегда иду в то, что мне кажется тотально важным, вот предельно искренним. Я провела один курс без планов на какой-либо другой курс, и внутри курса сформировался запрос, что очень много художников академических, и они хотят зарабатывать искусством, и они хотят быть как-то вот в этой среде, но что сегодня у нас искусство для продажи равно, ну, только современное искусство. Ну, да. Как бы всё, что академическое искусство, но, к сожалению, дорого его продать сложно. А современное искусство при определённом... Да, ты вот так фигачишь один за другим. Да, и ты всё равно... Ну, то есть, ты всё равно получаешь деньги за трудочасы. Ну, да. Как ни крути. То есть, современное искусство даёт возможность с определёнными механизмами взрастить цен на художника так, чтобы ты вот к этой идеальной мечте всё-таки приблизился. И после первого курса сформировался запрос, что, окей, хорошо, мы подадим портфолио в галерею, но что нам в это портфолио включать, о чём нам творить, и мы пошли исследовать историю современного искусства. Я реально уверена, новое слово в искусстве. Важно посмотреть, что до тебя сказали. Ну, по-другому просто никак. Надеяться на наите, что вот вдруг я открою нечто гениальное, к сожалению, мы сами не можем осознать, сколько в нас не нас. Вот, да, прости, я сейчас ремарку скажу, абсолютно, как сказать, очевидную, но вот мне кажется, современное искусство это вот единственное практически, ну, не единственное, но это то, где действительно историю нужно знать прям очень-очень-очень хорошо, потому что, что там очень важно, ты можешь стать кем-то, только если скажешь хоть чуть-чуть новое что-то, хоть на грамульку, и новое ты можешь сказать, только узнав всё, что было раньше. Вот, на этом мы в выводе остановились на втором курсе, а потом, а потом я поняла, что это не всё. То есть у меня... Не всё, в смысле? Что есть кое-что ещё, и сейчас я вот расскажу, что. То есть сначала мы просто заполняли документы в галерею, знакомились с рынком, ну, как бы прошли всё то, что художнику важно практически, вот, шаги. Потом мы пришли к изучению истории искусства, вот то, о чём ты сейчас сказал, что важно понять, как это новое слово сказать. И почему-то... Я каждый раз задаю вопрос, у меня фидбэк, у нас чат до сих пор по 100-200 сообщений в день, то есть у нас такая живая, очень, коммуникация, и во втором курсе я поняла, что тоже есть внутренняя потребность, и не могла понять, в чём она, если все механизмы даны, вот исследуй историю современного искусства и создавай, что же сложного. И я поняла, что сложность-то она, ну, от обратного идёт, что чтобы что-то глубокое, интересное рассказать, ты сначала открываешь глубокого интересного себя. Иными словами, ты никогда не сможешь сказать, донести людям то, чего в тебе нет. И вся наша работа художественная, неважно, меня как фотографа сейчас, я начала заниматься фотографией специально, чтобы перед курсом попробовать эти же шаги не с позиции человека, который аналитически создал эту программу, а ещё и посмотреть, как она работает с позиции человека, который творит. И я вот как совершенно новичок эту вот программу вместе с собой тоже прохожу, чтобы быть в неуверенной. В общем, смысл в том, что то, что мы создаём, наше произведение, это только продолжение нашей мысли, нас самих в этих работах, и то, чего в нас нет, в нас нет. Часто художник хочет, чтобы о его работах кураторы и крупные, значимые люди мира сего сели и обсуждали его работы, увидели в них что-то глубокое. Я не говорю, что аналитический подход единственный верный, и я даже скажу, что аналитический подход в искусстве, это не когда ты садишься и нужно бы что-нибудь здесь замороченное выдать, да, в современном искусстве, а это когда ты очень много ищешь внутри себя, ты углубляешь себя, ты открываешь себя, ты свободен, и вот из этого обычно рождается что-то очень честное, искреннее, объёмное, если это сопровождается ещё и насмотренностью в современном искусстве, это формирование визуального языка, как это передать, но сначала стоит, что ты передаёшь. И так я пошла, я, собственно, сама прохожу терапию, и образование у меня психологическое первое. И всем советуешь. И всем советую всегда, да, и то есть, ну, вообще, я не знаю, что может быть важнее, чем, чем просто быть, быть себе открытым, быть открытым к тому, чтобы открывать себя. И вот у художников часто ведь барьеры, они в страхах, они в, не в рынке в самом, и даже когда ты внутри проработан, тебя и снобизм этот не пугает. И то, что твоё послание кто-то не примет на любое искусство, всегда аудитория поделится на три. Который скажет, что это ни о чём, фу, который скажет, что да мне вообще всё равно, ну, пришёл, пришёл, и который скажет, чёрт, оно цепляет. Какое бы ни было искусство, эта колба всегда будет из этих трёх компонентов. Где-то больше одних, где-то больше других, но критика будет всегда. И художнику по-хорошему должно быть важно, что ты хочешь сказать, что в тебе, нежели то, как отреагируют, и всё в таком духе. Ну да, я просто, я согласен, просто для меня, как для художника, наверное, это более было очевидно, и я как бы первое пришёл как раз к этому выводу, а потом уже, что надо что-то чуть-чуть новое, потому что, ну как бы, я не могу ничего другое сказать не про себя, грубо говоря, поэтому для меня это более очевидно было. Но ты ещё видишь, такой человек, ты привык искать глубокие ответы и ставить глубокие вопросы. Часто это не хорошо и неплохо, но каждый человек, он как бы ныряет с аквалангом на определённую глубину себя. У нас, собственно, в этом курсе, он про психологию творчества, но он всё равно практически направлен. То есть там, как презентовать себя, как выступать. У меня скоро появится сайт, если мы сможем дать ссылку на мой инстаграм, будет здорово. Ребята могут зайти, посмотреть, скоро будет вся информация. По сути, это для любого человека, который хочет принять себя в творчестве, я бы так сказала. У нас даже слоган арт-эдвайзера очень известного Оли Ващилиной, которая учила меня этой истории в Ромеи, она всё время говорила фразу «Найдите своих и успокойтесь». Но для художника важно найти свою галерею и успокоиться, найти своих людей и успокоиться. И мы, когда сидели с куратором, с девушкой, которая помогает мне технически на платформе это всё организовать, с Аней, вспомнили эту фразу, что у нас все курсы, это прям создание такой комьюнити, поле поддержки для художников. Она говорит, а здесь же не найди своих, а найди себя и успокойся. И мы поняли, что это оно. Реально найти себя и успокоиться не в плане остановиться в развитии, а вот бывает, когда ты из-за невроза, да, движешься от чего-то, а бывает, когда ты просто ты проживаешь себя, ты кайфуешь от себя, ты свободен. И искусство становится для тебя не полем сражения, а возможностью заговорить с миром, возможностью услышать фидбэк, сделать выставку, попасть в эти процессы. А для кого ты позиционируешь больше, он получается более широким, не только художником, но и всем, Да, он для любого человека, который связан с творчеством, фотографы, художники, кураторы, арт-менеджеры, любой человек, который хочет, как я тогда, то есть этот курс для меня, это переосмысленный за семь лет тот опыт, когда я пришла и сказала, мне кажется, во мне нет творчества. И дальше шла очень-очень долгая работа и в терапии работы, и в образовании, и в работе на тему того, как люди вообще открывают себе творчество. Ведь человек может создавать картины, но не верить, что он имеет право на творчество. И эти вещи, их недостаточно просто проговорить. А ещё этот курс подойдёт тем, кто просто ищет, как я в своё время, очень такую питательную среду творческих людей вокруг. Потому что для меня вот комьюнити ещё со времён духовных этих выездов, это, наверное, это главное остаётся. А ещё, наверное, кто хочет, у кого появилось желание понять современное искусство, но кто не хочет сто лет там с этим всём разбираться, а быстро, ну не быстро, а более-менее так, типа, экспромтом. Ну вот в этот раз мы в курсе не будем про историю искусства говорить. Этот курс прям у нас про поток творчества. Как бы в истории искусства нужно ставить себе задачу, то есть там нужно прямо поработать. Нельзя изучить историю искусства, не прикладывая усилия. Обычно этим мы занимаемся всё осенью. У нас так вшивается, знаешь... А у тебя нельзя там купить типа уже пройденное? Нет, я люблю с человеком вот как с тобой и передавать не только просто историю, но и каждый мой курс. Я, если честно, ориентируюсь всегда по тому, какие вопросы задают, в ту сторону я его стараюсь выделять. Но курс по истории искусства обязательно будет. Просто сейчас, летом, хочется без каких-то KPI, сроков сдачи, подготовки портфолио, хочется вокруг себя сформировать поле творческих людей и какой-то мастер-майнд совместно устроить, делиться. Я поделюсь большим таким пулом знаний из транзактного анализа и из разных направлений психологии, из гештальтерапии, вообще из опыта работы с творческими людьми. Я очень... Каждый раз, когда я провожу консультацию, я для себя выписываю... У меня есть такие карты, где я ищу ответы, как на подобную ситуацию, если не понимаю, как на неё среагировать, как ещё можно было бы помочь. И люди часто говорят о своих проблемах, что им мешает творить. И для меня было удивлением, я не думала, что как-то вот в эту историю у меня отклик пойдёт сделать такой курс. Это не регулярные какие-то истории. Всё, что я делаю, делаю один раз, потому что сейчас это горит. И для меня, пока я это делаю, это по-настоящему, я выдаю всю информацию, которая у меня есть. Поэтому это тоже такая история. Я не знаю, буду ли когда-то ещё что-то про психологию творчества говорить. Мне кажется, будет. Мне кажется, у тебя хорошо идёт и хорошо получается. Посмотрим. Мне кажется, через пару лет у тебя уже столько человек отучатся, что ты такая, в чатик такая, скинемся все по 100 рублей и виллу в Италии купим. Дай бог. Дай бог, что так. Ладно, давай ещё заканчивать, наверное, мы уже полтора часа поболтали. Спасибо большое. Надеюсь... Тебе спасибо, что приехала, было очень интересно и познавательно. Спасибо, что в гости позвал. И всем буду рада, и обращайтесь, будем общаться про современное искусство. И просто Инстаграм у тебя интересный, ну, в смысле, очень много можно узнать всего нового. Если вам хоть немножко интересно. Спасибо. Если вы заинтересовались современным искусством, то вы уже тоже часть этого. Как только вы пришли и стали зрителем на выставке и задумались, почему вам это нравится или не нравится, то знайте, что вы уже тоже часть большой-большой семьи вовлечённых людей в современное искусство. А если нет, то и ладно. То и ладно, да. А вам и не надо, значит. Всё, спасибо. Пока.